Прокатился по-дорогому. В Риге произошла серьезная авария с участием автомобиля Тесла, который был арендован у каршеринговой компании OxDrive. Предположительно, 23-летний водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит крупный штраф. Авария произошла в Риге на улице Ганни-Будамбис 1 января незадолго до полуночи. По словам представителей компании, владельца машины, водитель разогнался более чем до 150 км в час и не справился с управлением. В машине в момент аварии находился сам водитель и три пассажира. Мы сейчас уже были на рынке больше шести месяцев. И это у нас первый такой серьезный случай, где человек берет машину пьяный и совсем уничтожит машину. Машина совсем уничтожена почти. Такая ситуация у нас в принципе первая. Конечно, были маленькие аварии, но эти обычно бамперы или что-то чуть-чуть поцарапанное. Но это такие маленькие обычные вещи, которые случаются. Виновному, вероятно, теперь придется заплатить до 100 тысяч евро за разбитую Теслу, пострадавший припаркованный автомобиль, светофор и дорожные знаки. Еще 1000 евро за то, что покинул место происшествия после аварии. 2500 евро за управление машиной в нетрезвом виде, если удастся это доказать. Отметим, как пишет агентство Лето, поскольку шофер покинул место ДТП, у полиции нет информации, был ли он пьян. Однако на предоставленных компанией кадрах с камер на автомашине видно, что водитель слегка покачивается. А также уже после ДТП достает из машины бутылки с предположительно алкоголем. Взять в аренду Теслу и нарушать правила – плохая идея, говорит Аюхан Карма. 30-60 градусов камеры, где мы можем посмотреть, что случилось. Мы забираем даты. Например, вот эта ситуация, которая случилась, у нас есть дата за каждую секунду этого аренды, что там точно случилось. Как быстро человек ехал, куда он ехал, например, как он руль крутил в этот момент. Так что у нас вся эта информация есть, и мы можем это позже использовать, как вам надо. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителю также может грозить до пяти лет лишения свободы.